здравствуйте друзья понедельник утро и мы со светланой рассуждаем на интересную тему света рассуждай тема сегодня меня несколько дней уже думаю на эту тему так чтобы так солнце не мешало а значит вот интересная вещь мы жили когда-то в городе лос-алтос и этот город такой в общем-то зажиточный довольно таки там все красиво идешь по улицам красиво по утрам поют соловьи все замечательно вообще у нас есть видео как мы с тобой ходим рай земной рай земной а когда мы вот ходили даже на те же open house в Саневеле здесь как-то все было победнее вот сразу с первого взгляда как-то видно фигня когда мы переехали сюда ну такой обшарпанный был был бык ярд на него был заброшенный огород и вместо соловьев и пение по утрам соловьев мы просыпались под карканье ворон и вороны у нас были частыми гостями здесь и что меня в общем-то расстраивало потому что сами вороны как-то у меня не ассоциируется ничем хорошим они ходили я просто объясню они ходили по этому бывшему огороду и все там клевали там склёвывали да там ну клевали неважно во всяком случае вороны как-то было все это грустно но вот сейчас наконец можно сказать что мы уже сделали завершили свой бык ярд ремонт да и вот я уже обнаружила сегодня утром и уже несколько дней что у нас по утрам поют соловьи и тут у меня возникла уже такая философская мысль связанная вот чем вороны исчезли ворон никаких нет появились соловьи значит когда красиво и благоустроено то эти птицы божьи тоже понимают что такое хорошо что такое плохо то есть когда все заброшено то есть понимают так же как мы получаем ну опять она они не так же как мы они на своем уровне понимают но во всяком случае когда все заброшено когда все некрасиво и не ухожено прилетают вороны то же самое было в санта-крузе так как только мы ты самая сняли траву оттуда и стал неухоженный вид этого бакьярда тут же налетела стая ворон неизвестно откуда и стали что-то там клевать сейчас никаких ворон нету поют соловьи и летают птички и жужжат пчелки и все такое прочее вопрос тогда более такого широкого плана получается так если ты живешь в красоте и поддерживаешь вокруг себя красоту так тебе прилетают соловьи и еще больше украшают твою жизнь своим пением там и так далее но если ты сидишь у разбитого корыта никакой красоты вокруг нет не человеческой не нечеловеческой вокруг тебя ходят вороны и все клюют и наверное да по жизни в этом есть какой-то более такой глубокий смысл чем просто так но выдохнуть мне хотелось бы вот по что это может сказать соловьи прилетают в нашу жизнь как мы привлекаем соловьев в нашу жизнь внутренней красотой вот ключевые слова да и вот значит я хочу сказать что я тут начала немножко заниматься рейки да и рейки называется начинается с пяти принципов рейки они в переводе на русский язык как-то так вот я нашла на интернете такой перевод что именно сегодня не беспокойся именно сейчас не злись почитай своих учителей родителей и старших честно зарабатывая себе на жизнь и относись благодарностью ко всему живому вот если вдуматься в это во всем она вот эти пять принципов а вот они выводят нас в некоторое состояние такое эмоциональное состояние спокойствия созерцательности положительного отношения к миру да некоторые блага перекликается с например 10 заповедей очень сильно заповедями не знаю а вот тут их 5 гораздо гораздо больше бить меньше меньше да вот но перекликается с воронами и воробья и воронами и соловьями это объясним ну как же если ты сам гармоничном состоянии все вокруг тебя гармонично ну конечно бакьяр надо сделать да это уже вороны улетели но получается что когда у тебя все гармонично тебе и самому легче быть в этом состоянии и наоборот то есть это действует двух направлениях тут есть понимаешь вопрос какой на самом деле остался открытым открыт вопрос если допустим у тебя благоустроенная территория и там поют соловьи там все хорошо и вот в дом благоустроена благоустроенной территории заезжает нехороший человек который например замышляет террористические акты сидит там планирует динамит у него в подвале там ночи им совсем плохо вот будут там соловьи петь или они почувствуют что у него плохая энергетика это очень сложно для меня тоже я не соловей и света в некотором смысле соловей моей жизни нет ты своими трелями света гармонизирует мое пространство да вот я я не знаю но вот сам факт по себе удивительно что как только устраивается территория она же не буквально устраивается сама по себе ее же люди своей энергией как-то да они делают дизайн какой-то опять же можно сказать что может такой дизайн сделать и ворона будет продолжать летать так же тоже можно сказать дизайн сделан да да с точки зрения вороны я думаю того что если человек ищет кого-то кто сделает ему дизайн пусть пойдет посмотрит на его предыдущие дизайн ходят ли там вороны да ходят там вороны или поют соловьи и это это ему даст ответ правильный дизайнер он выбирает то есть мы пришли к каким-то практическим рекомендациям что на самом деле особенно ценно я думаю что мы на этом можем попрощаться с нашими зрителями и пожелать им чтобы у них всегда пели соловьи всегда пели соловьи а если там где-то ходят вороны чтобы они были здоровы задумайтесь на тему о том почему не соловьи отлично а